Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду пустым я вверх, где нет поля смерти, где нет поля смерти. Сегодня ночью в 6-й городской больнице скончался Михаил Круг. Известного тверского певца привезли в операционную с двумя огнестрельными ранениями. Одна пуля пробила легкая, другая попала в плечо. Михаилу сделали срочную операцию, однако она не спасла ему жизнь. По официальной версии милиции, на КТС, где жил Круг, было совершено разбойное нападение. По словам соседей, не так давно Михаил предложил им установить в домах по улице громкую связь, чтобы в любой момент можно было прийти друг к другу на помощь. Возможно, он предчувствовал беду. Конечно, каждый автор тешит себя мыслью, что его будут любить и любить и продолжать. Не хочется говорить им какое-то слово, связанное с кончиной. Конечно, каждый человек хочет пожить, быть полезным. Если он патриот своей родине, маленькой родине, малой родине, большой, широкой, великой родине России. И я, конечно же, сижу, представляю себе, что будет дальше. Дальше, как руку положить на сердце, как случится. Это случилось сегодня после полуночи в поселке Мамулино. В коттедж, где Михаил жил вместе с женой и детьми, ворвались двое в масках. Пока не ясно, как преступники попали в дом. Первой на их пути оказалась теща певца. Женщину ударили по голове, и на ее крик выбежал Михаил. В него стреляли дважды из пистолета ТТ с глушителем. Смертельно раненый Круг нашел в себе силы выйти из дома и позвать на помощь. В больницу его отвезли соседи. Дом-то всегда открыт. Дом-то все нараспашку. Всегда, всегда, понимаете. Человек-то какой. По словам сотрудников милиции, в этот вечер Круг должен был быть в отъезде. Но неожиданно изменил планы. По всей видимости, преступники не рассчитывали встретить в доме самого хозяина. Музыканты, с которыми работал Михаил, также считают, что Круг погиб по нелепой случайности. Хотя не исключено, что убийство известного шансонье как-то связано с его коммерческой деятельностью. Слова и мотивы песен Круга были понятны людям разного возраста и социального положения. Причем, как утверждают музыканты группы, на концерты русского шансона, как это ни странно, приходило много женщин. Ни один раз это обстоятельство вызывало удивление у старичных музыкальных критиков. Так в Твери не провожали еще никого. От центральной площади до нового и старого моста нельзя было ни пройти, ни проехать на машине. Возле драмтеатра не протолкнуться. Море венков и букетов. Огромный портрет певца. Проситься с Михаилом Кругом пришли тысячи тверетян. Ситуация до сих пор непонятная, что произошло. Но самое главное, как я понимаю, произошла трагедия. Трагедия в нашем искусстве. Потому что, чтобы не говорили про Круга, я его диски слышал и в машинах таксистов, и в машине министра России. То есть его воспринимали все, что как бы он ни пел, и как бы ни относились. Проститься с Михаилом Кругом пришли сотни горожан. У гроба стояли первые лица города и области. Известные певцы и музыканты. Все те, кого с Михаилом связывала настоящая дружба. Для меня Миша было... Ну, сказать друг, это ничего не сказать. Это было нечто и большее. Я думаю, как и для всех. Я прошу прощения, я не могу говорить. У гроба Михаила стояли молча. А если и говорили, то только о нем и о причине его трагической смерти. Как вы восприняли известие о его гибели? Конечно, это был совершенно, так сказать, удар, который просто мы не могли ожидать. Слава Богу, если здесь подтвердится версия простого уголовного преступления, когда эти жулики, убийцы просто хотели ограбить какой-то дом и приобрести какие-то материальные ценности. Спасибо, если здесь проявится версия какой-то политической мести, так сказать, или связанной, так сказать, с его испанительским искусством. Поэтому пока на все, как я знаю, это вот чисто случайно. Случайно, если бы этот жулик, бандит знал, в чей дом он входит, я уверен, что он бы вышел из этого дома и не стал бы совершать это страшное злодеяние. Я совсем недавно был у него на день рождения, здесь в Твери. Мы делали концерт, ну, знаете, все желали ему добра, здоровья, долгие лет жизни. Я не знаю, кто это сделал, но я считаю, что это просто отморозки какие-то натуральные. Понимаете? Я не думаю, что это кто-то из криминального мира. Совершенно не думаю. Честно. У меня версия такая, что это кто-то сильно обиделся на него. Это шок вот эти три дня. Что произошло? В нашей стране происходит только то, что может произойти только в ней. То есть он... То есть сейчас мы забудем, что... Это об этом невозможно забыть, что он Михаил Круг. Но просто у нас свободно убивают людей в стране. Я вот только что говорил, если таких, как он, убивают, на что могут рассчитывать простые смертные люди. Официальная версия убийства Михаила Круга прежняя. Разбойное нападение. Поиском преступников занимаются лучшие силы управления уголовного розыска ОВД, пролетарского ОВД и областной прокуратуры. Сегодня на похоронах Круга было много милиции. И не только для охраны общественного порядка. Михаил, страстный автомобилист, уважал сотрудников дорожно-патрульной службы. И надо же случиться такому совпадению, что день его похорон пришелся на профессиональный праздник ГИБДД. Сказать, что это праздничное настроение, безусловно, не скажешь. Ну, день, профессиональный день наш. Ну, видимо, вот так жизнь распоряжается и судьбами нашими, что не всегда все благополучно складывается. Бывают и какие-то радостные моменты, но бывают, к сожалению, вот такие трагичные. И еще одно совпадение. Ровно год назад, 3 июля, Михаил Круг впервые исполнил гимн, посвященный 65-летию ГИБДД. Этот гимн Миша написал в соавторстве с тверским поэтом и режиссером Иваном Демидовым. И профессиональный водитель, в общем, по большому счету, он глубоко чтил, уважал правила, естественно, дорожное движение. И с уважением относился к той профессии, к людям той профессии, которые выбрали себе не сложный, не легкий хлеб, а в частности инспекторов ГИБДД. У них своя, так сказать, служба, у него своя, поэтому он относился к ним с большим уважением, и они платили ему тем же. Потому что встречи, сколько я их не видел, всегда заканчивались, всегда, ну, большими дружескими, какой-то симпатией дружеской, взаимной. И Михаил с удовольствием расписывался на афишах, на календарях и дарил всегда сотрудникам ГИБДД. У многих, может быть, они остались теперь последними, единственными автографами, которые они получили при жизни. На музыку гимна, написанную Михаилом Кругом, Иван Демидов совместно с коллективом патрульной службы сняли клип, премьеру которого так ждал Миша. Иван Демидов, Иван Демидов, Иван Демидов, Иван Демидов, Иван Демидов. Если вы можете ложить на стол? Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok